День весны, год кормят население, это знают не понаслышке. На полях Рязановского сельскохозяйственного техникума в Меликесском районе вспахали первую борозду и отпраздновали старт полевых работ. Элла Шахова подробнее. Трактора сельскохозяйственного техникума впервые после зимы вышли в поле. После этих работ земля выровняется и перестанет интенсивно отдавать влагу солнцу, сохраняя ее для будущих растений. Мы сеем зерновые, зерновых озимые, яровую пшеницу, ячмень, овес, горох, проса, гречиху, ну и, соответственно, кормовые культуры, это многолетние травы и кукуруза. У Рязановского сельскохозяйственного техникума более трех тысяч гектар земли. Большая часть пашня для практики студентов. Здесь сохранили и продолжают традицию праздника первой борозды. Кроме пахода, символично бросают зерна пшеницы в землю, задабривая ее. Преподносят механизаторам сноб прошлого урожая с напутствием собрать в этом году больше. Для них первая борозда действительно в радость. Конечно, ожидали, когда снег сошел, уже знали и ждали, что скоро на днях мы уже поедем работать в поле. Увидеть просторы поля, вот это самое главное. Люблю в поле работать. Выпускников этого года торжественно посвящают механизаторы. Ребята четыре года изучали сельхозтехнику, чтобы суметь исправить любую поломку. Иной раз прямо в поле. Среди них есть продолжатели целых династий землепашцев. У меня дедуля работала механизатором. Отец сейчас работает механизатором. Брат учился в этом же техникуме, тоже на механизаторах. Сейчас работает распокая микробской, тоже механизатором. Вот и как бы тоже выбрал эту профессию. Я ходил с отцом на работу, помогал ему ремонтировать трактора. Мне как бы понравилось это все. Первый раз я пошел в 10 лет. Сев зерновых здесь начнут позже, традиционно для Поволжья в мае. Тогда Николай Коновалов вспашет свою первую, уже не учебную борозду. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Великесского района.